Всем добрый-добрый день! Ой, девчонки, плачу. Сегодня прям не могу. Представляете? Пришла из магазина. Покажу вам немного покупок. Совсем чуть-чуть купила на неделю. И что-то пришла. Сумки-то бросила. Включила телевизор. И там это передача. В общем, эта передача рассказывали вот эта история, она уже облетела и все телевидение и весь интернет, как проводница выбросила котика из поезда. И так что-то мне стало жалко. Я прям все плачу и плачу, плачу и плачу. Представляете? Я узнала, что этот котик погиб, замерз, потому что было очень холодно как раз в эти дни. И у меня у самой кошка. Такая, короче, история вообще. Почему бывают такие люди? Не знаю. В общем, поразило меня тоже. Я думаю, каждому, у кого животное, да и у кого нет животных, тоже поразила эта история. Такая. И, в общем, никак не могу успокоиться. Я еще смотрю на свою кошку, которая в развалку на диване лежит. и тоже думаю, ну вот как так. В чашке были совсем небольшие покупки. Не знаю, остался ли чек. Хотела вам сказать немножко по овощам. Да, вот он, чек на тысячу рублей. Не покупала я сегодня никакие печенья, мороженое. Не покупала. И посмотрела я тоже вот это видео. Там показывали видео, где она в общем выбрасывает вот так из поезда этого бедного котика. И там даже видно, что он никакой не дворовый. не... Ну а что, даже если дворовый залез в поезд и вот он, что, тоже так выкидывать? Ну не знаю. В общем, расстроилась я из-за этой ситуации, какие бывают люди. Так, что я купила в чижике? Сейчас вам расскажу. Сейчас немножко успокоюсь, потому что я пришла и вот где-то уже целый час лежу, слушаю вот эту историю. Конечно, меня прям до глубины души это все поразило. Очень жалко, что котик еще погиб. Вот. Так, огурчики. В общем, нигде не была, только в чижике. В общем, так на неделю тоже была какая-то еда. Я, в принципе, еще вчера там курочку купила, что-то купила. Но творог не купила. В общем, купила два зеленых горошка. Тоже я его использую как на гарнир. По 54 рубля. Появилась новинка. Какие-то баночки такие маленькие. 280 грамм. Появилась в чижике новинка. Оливки. Вот такие. Взяла попробовать тоже. Ну, так, пару сосисок сварю. И оливки, авокадо, как на гарнирчик. Взяла молоко. Взяла еще соду одну. В запасик. Про запасик. Жалко, конечно, так котика. Очень жалко. Ох, конечно, всех животных жалко. Так, огурцы. Огурцы 159 рублей. В общем, мне вот эти три огурца получилось на 109 рублей. Купила свеклу. Очень хорошие в этот раз в чижике были овощи. В общем, я взяла и картошку, и свеклу, и капусту. Вот такая свекла хорошая тоже. Свеклу можно и так варить. В общем, даже если я буду, у меня будет, в общем, вот это питание из коробочки, я начну. Но там, к этому питанию из коробочки, в общем, нужно какое-то все равно плюс дополнение. Но это я вам все расскажу. Поэтому свекла тоже будет хорошим дополнением. Ее, в принципе, можно делать даже с творогом, со сметанкой, с маслом. Не обязательно с майонезом и чесноком. Можно, в общем, мне там еще написали зрители, в общем, чем-то заменять. Беру я подвину. Стул, потому что мне неудобно. Так, и сейчас по свекле. В общем, давайте я вам сразу скажу. Картошка по 19 рублей. Я взяла картошки на 44 рубля. Так, потом капуста по 24 рубля. На 67 рублей мне вышло. 3 килограмма. В общем, ну, 2 800, почти 3 килограмма. И свекла у нас тоже по 19 рублей. На 29 рублей. В общем, все недорого. Так же я взяла творог. Творог у меня... Вот этот я взяла творог на завтрак. И вот этот творог я себе на завтрак взяла. В общем, он получается как биотворог. Он детский, классический. Без абсолютно добавления сахара. Вот единственное, я не знаю, сколько в нем по 100 грамм. Как раз вот как добавка мне к завтраку будет. Так. 5% жирности. Я думаю, нормально. В общем, творог по 20. Вот этот мне, конечно, большой творог. Такой 170 грамм. Но его можно на 2 раза делить. А вот этот творожок такой, в общем, вот так. Пойду в холодильник отнесу и покажу вам еще картошку с капустой. Приводникак я могу успокоиться от этой истории. Берегите своих животных. Не оставляйте их без присмотра. Вот. Потому что животные, они как детки. Что за детишками нужно глаз да глаз. Что за животным нужно глаз да глаз. Потому что животное, как и маленький ребенок, вообще ничего не понимает. Вот. Поэтому берегите детишек. Не оставляйте где-то без присмотра в торговых центрах. Где-то в таких местах, где ребеночек может затеряться. Также и животных. Тоже своих берегите. В общем, картошка в чижике. Прямо только-только высыпали из сеток картошку. Я вам по цене уже сказала. 19 рублей. Я прям вот хочу сегодня на ужин. Прям буквально две картошечки отварю. Две картошинки. Попробую. Но картошка вот такая хорошая. У меня там, кстати, еще пару картошинок. Так. Да, у меня три картошечки еще осталось с рынка. Вот три картошечки с рынка. Но я отварю сегодня на ужин. Буквально две картошечки. Потому что я картошкой не злоупотребляю. Если только вот в супчик. Бывает тоже в супчик. Ну ладно, пакетик такой тоненький. Можно порвать. Но картошка такая неплохая. Посмотрим. 19 рублей я взяла. Здесь у меня получилось на 44 рубля. Два килограмма. Триста с чем-то грамм. В общем, вот такая картошка. Хорошая. Не знаю, мороженое будет, не мороженое. Посмотрим. И капусточка. Взяла вот такую капусточку. Может быть, на неделе стушу. Тоже, в принципе, с курицей. Я же взяла грудку вчера куриную. Поэтому разделю тоже грудку на несколько блюд. На два блюда, наверное. Одну сделаю с булгуром. Другую сделаю с капустой. В общем, здесь три килограммчика капустки. По 24 рубля. Ну, это, конечно, намного дешевле, чем на рынке. На рынке я брала по 45 вроде рублей. И свеклы. Вот так много взяла. Тоже отварю. Буду как бы добавлять в питание свое полезное. И взяла сметанки 15%. Тоже ее можно заменить. В качестве, ну, вместо майонеза там. Думаю, будет нормально. Все. Не расходитесь. Будем с вами. Я сейчас пойду. Тоже успокоюсь. В общем, на 900 с чем-то рублей. Ну, почти на 1000 рублей я закупилась в Чижике. Творог вот этот детский по 29 рублей. Ну, там как раз 100 грамм. Я вот такую большую пачку творожка не могу съесть одну за раз. Оливки по 109. Вот. Молоко 62. Все. Я пойду тоже немножко успокоюсь. Мне еще надо пойти почистить снег. Вот. И тогда вернусь к вам. Уже будем с вами готовить такой небольшой скромный ужин. Я как раз сделаю. Это у меня от рыбы еще тут надо будет убрать. Сварю пару картошек. Мне прям интересно, как она на вкус. Но я как-то в Чижике брала картошку. Была очень вкусная. Так. Сейчас включу свет. Тут пока не буду включать. В общем, решила я на ужин. Немножко картошечки. Тут я 4 штучки. Почистила. Сейчас я ее просто отварю. Вот. Надеюсь, она у меня сюда войдет, в этот ковшик. Потому что ковшик небольшой. И такой ужин будет. Я еще сходила до пятерочки. Купила листья салата. Ну, все же решила. Думаю, если картошка, там пара сосисок. Думаю, и сделаю. Тоже такой импровизированный салатик. Как бы. Листья салата. Огурчик. Помидорчик. И вот эти вот оливочки. Только в этот раз я хочу оливки. Я их не буду резать. У меня они фаршированные анчоусом. И я их просто в салат прям цельными отправлю. Будет как такая перекусик. Перекусик такой. И заодно попробую эти оливки. Все. Вот. Смотрите, как у меня хорошо. У меня в этот небольшой ковшичек вся картошка и влезла. Вот так. Сейчас. Ой, смотрите. Вот тут что-то такое нехорошее. Видите? Что-то в картошечке такое. А нехорошее. Сейчас я ее... Опа. Чуть-чуть что-то попалось. Остальная вроде вся хорошая, да? Да, вроде вся хорошая. Все. Я ее сейчас отварю. Скорее всего, даже солить ее не буду. Вот. Вот просто так отварю. И вот будет по чуть-чуть картошки. Поставила я уже варить картошку. Я думаю, она быстро закипит. Минут 10-15 она будет готова. И намыла салат. Салат купила в пятерочке. Недавно пришла. Огурцы. Помидорка. Две штучки. Два огурчика. И листья салата. Что хочу сказать. У нас, между прочим, в пятерочке всегда привозят много свежего салата. Вот такого. Причем разного. На разный выбор. И фрелиз есть. Есть и такой кучерявый. И вот такой вот есть простой. И что я сейчас думаю. Когда я буду вот на этих коробочках на своих сидеть. Думаю, может быть вот этот салат. Вот этот я купила в горшочке. Но он есть в горшочке. Есть без горшочка. Есть абсолютно. Ну там разный. Вот. Я думаю, когда я буду сидеть на своей коробочке. Думаю, почему бы нет. Купить вот такой вот листовой салат. Он в горшочке. Его можно поливать. Он прекрасно стоит неделю в холодильнике. Вот так отрывать по нескольку листочков. И в принципе очень-очень вкусненько будет. Почему бы нет. Да. Я вот творожок купила. В общем, надо начать. Потому что если не начнешь. Что-то я сегодня все потому что. Потому что. Ну, если не начнешь, то никогда, как говорится, не начнешь. Не надо ждать какого-то там понедельника. Вторника. Правда. Вот. Надо начать. Ой, какая прелесть. Ой, какой вкусный. Ммм, сочный, хрустящий. Я, наверное, схожу. Куплю вот такой салат. Именно себе вот к этим коробочкам. Так вот. Ну, я вам все покажу еще обязательно. Так, ну, практически все готово. Картошка закипает. Тут вот варятся сосиски. Я сейчас. Я уже сделала салат. Как я вам и сказала. Такой самый простой салат. Оливки прям целенькие сюда бросила. Сейчас все помешаю. Масло ароматное. Очень бы хотелось, конечно, кунжутное масло. Ну, может быть, как-нибудь. Или оливковое. Тоже очень вкусно. Я раньше часто брала. И кунжутное масло брала. И оливковое часто брала. Соль. Нашла я мелкую соль у себя. Представляете? Чисто, случайно. Ну, это такая соль обычная. Просто пищевая. Надо купить мелкую морскую соль. Вот, что надо сделать. Так, и все. И перемешиваю. Будет очень вкусно. Что-то так захотелось. Картошки со сливочным маслом. Ну, кто не любит картошки с салатиком, да? Салат, конечно, не весь. Просто делаю так. Останется на завтра. И это даже очень вкусно. На завтрак. Ой, какой хороший салат. Айсберг у нас весь в пятерочке. Расхватали. Стоит два таких больших. Ну, как, лотка, не лотка, да? Вкусно. В общем, весь айсберг расхватали. Так, ну что. Жду картошку с сосисками. И все. Пойду принесу сливочного масла кусочек. На картошку вот так сделаю. Будет очень-очень вкусно, да? Так, все, приготовила. Такая красота. Я уже разложила картошку. Масло прям на горячую картошку. По мне так даже соли не надо. Я ее так и не посолила. И по мне так даже соли и не нужно. Вот так вот маслицем. Сливочным чуток прям. Меньше 10 грамм. Смазать. Еще не пробовала это масло новое, которое я в чижике купила. Его даже на сайте нет. Представляете? Я посмотрела на сайте чижика. Что-то его на сайте даже этого масла нет. Сливочного может быть потом, чуть попозже появится. Но я обязательно попробую. Так. Вот так картошечку. Пожирнее, погуще, как говорится. Сосиски. Что может быть еще лучше? Вкуснее отварных сосисок с картошкой. С салатиком. Я думаю, только картошка с котлетами. Правильно? Я очень люблю пюре. О, масло тает на чего? Вот так вот. На все кусочки картошки. Я еще очень люблю картошку с чесноком и зеленью. Тоже. Вот так воду слить с отварной картошки. Туда надавить в кастрюльку. Оставить картошку в кастрюльке. Надавить туда чеснока. Или нарезать. Ой, прям говорю. И прям слюну сглатываю. Нарезать. И туда же зелень. Ну, по вашему вкусу. Любую зелень. Которую вы любите. Я и кинзу люблю. Можно даже и кинзу. Это тоже очень вкусно. Все. Все. Я все сделала. Вот так у меня получилось. Картошка, сосиски, салатик уже. Пойду ужинать. И потом попозже буду пить чай. Всем огромное спасибо, что смотрите. Выключаю свет. Всем пока-пока.